Приветствую тебя, ищущие! Меня зовут Сокол, истинный маг, и сегодня мы с тобой поговорим о бухлишке. О чем я хочу вам сегодня поведать? Сегодня мы поговорим о группе Эпидемии и о пиве, которую группа Эпидемия выпустила. Только в сфере звездных судьб и миров Согревается теплом твои ладони Свет засыпет серебром Заполняя отпечатков свет Назвала его Эпидемия Ксентар-Эль Видимо, созвучность Ксентарон И давайте сразу же на берегу я вам скажу, что я, конечно же, дикой эпидемии завидую Ну, чтоб потом не писали, что я пишу этот ролик, потому что им завидую Да, завидую! Все, прям вот эту тему мы закрыли, все, продолжаем дальше И давайте поговорим, конечно бы, об этом явлении Сначала это сделала Ария Ну, Ария, да, это группа нашей мастодонты Ну, тут и Эпидемия подошла Они тоже уже превращаются в таких мастодонтов Наших таких динозавров, которые прям В такую культовую группу Несмотря на то, что там еще все молодые ребята Парни Отлично Отличное делают музло Отличную музыку Но тут вот они Пошли по стопам Арии Сделали бухлишко Называют они это еще Светлым Элем Ну, чтобы в своей фэнтези-метал-опере Таверны Там, зайди, выпей кружечку Эля Вот это все На этой теме можно хорошо поднять там Какие-то продажи Наверняка народ их покупает Просто для того, чтобы Ну, хотя бы даже ту же баночку поставить Где-то себе на полку И чтоб она там стояла Панка выглядит неплохо Кстати, вернули голую жопу эльфийке Которая была у эпидемии на обложке Легенды Ксентарона В принципе, она была хорошо и с закрытой задницей И хорошо и с открытой Открытая задница, наверное, больше привлечет к покупанию Ну, вообще просто для коллекции Голос-задница всегда много больше привлекает людей Ну, о чем я говорю, правильно? Да С одной стороны, я за эпидемию дичайший рад Прям молодцы, ребята Я очень держу кулаки, чтобы у группы и дальше Шло все такими семимильными шагами Я сам мечтаю, чтобы у меня Когда-нибудь группа поднялась на такой же уровень, как эпидемия Чтобы давать концерты там Среди тысяч поклонников в зале Ну, не все концерты эпидемии Где-то они ездят, у них там по сто человек в зале В зависимости от города Но когда вот такие большие постановки какие-то происходят Как вот в Москве, на которой я был Там был прям, ну Там войско просто Можно захватывать Можно вот с Дейенерис Таргариен победить Там такой аравой, наверное Ну, просто круто выглядело Ну, очень много народу, очень круто Я очень рад, что эпидемия поднялась Я вообще рад за любую метал-группу Олдскульную хэви-метал-группу Не вот эти нью всякие альтернативы Мне вообще плевать на них А вот именно олдскульный метал, хэви, пауэр, вот это все Я очень рад, когда такие группы поднимаются И начинают прям зарабатывать большие деньги Собирать большие стадионы Я всегда за это очень держу кулаки И я очень рад, что эпидемия у нас стала такой группой Но, конечно же, одновременно с этим Я очень сожалею, что и ария выпустила пиво И эпидемия выпустила пиво Потому что любой алкоголь, он в принципе Ну, кто не знает Тому я сейчас расскажу Это убивание нервных клеток мозга навсегда Каждая выпитая банка пива Каждая выпитая стопка чего-нибудь Она навсегда делает вас чуточку-чуточку тупее У нас очень много всяких вот этих вот нейронов в башке Но, при всем при этом Чем больше вы пьете Чуть-чуть вы выпили, стали вы тупее Чем больше вы пьете, тем быстрее вы становитесь тупее И с годами это все накапливается И вы действительно становитесь тупее Вымывается из башки то, что не восстанавливается Как это происходит вообще? Вы пьете, кровь меняет эритроциты Там меняют свой заряд, склеиваются Вместо того, что поддельно плавать по этим сосудам Они склеиваются, рвут капилляр И вместе вот с этим порванным капилляром Вымывают из мозга Вот эти вот нейроны, как раз которые отвечают За нашу умственную соображалочку Вот И прививать металлистам Я всегда считаю металлистов Это... Ну вот это такой... Есть вот грязные такие вот рокеры Знаете, а-ля там Цой там и вот это все Которые прям ходят в грязном Поют вот эту вот, ну, музыку простенькую И, ну, особо понятно, что Пивасик у них всегда, бутылочка по кругу Да, там, на всяких рок-тусовках Металлистов я всегда считаю более высшей кастой какой-то Более красивыми Более эпично мыслящими Более философски сложенными какими-то натурами И привычки у них, и ум у металлистов Я считаю, гораздо сильнее развит, чем вот у этих рокеров Которых можно назвать там говнарями или еще кем-то, да? Вот у металлистов, потому что сама музыка Сама вот структурированность вот этих вот музыкальных Аранжировочных вот этих всех дел Текстов, атмосферы вот этой Которые дает олдскульный металлу Там, heavy power, вот это все Оно очень сильно прокачивает в человеке Совершенно другую личность Не вот это вот Когда твоя девушка больна Вот это, да? Или вы возьмете какую-то песню группа Ари, да? Когда там поют такими красивыми метафорами Оборотами все это делается Это совершенно другую личность формирует в человеке Который постоянно слушает вот такой вот контент И когда группа выпускает пиво Алкогольная группа Группа, которой прислушиваются там тысячи людей по всей стране Ари, эпидемия Меня, конечно, немножко печалит Стал бы я выпускать, будь у меня возможность? Нет Я бы выпустил какой-то напиток, но точно не алкогольный Я бы выпустил безалкогольный какой-то напиток Пофиг Это было бы пиво Это был бы там какой-нибудь Там, я не знаю Там, эль там или еще что-то Но это точно было бы безалкогольное что-то Конечно, это круто Это престижно У группы вышло свое пойло Группа собирает нам стадионы классные Это все замечательно Но вот задуматься о том, что группа несет в мир Помимо вот своих красивых, прекрасных песен Не всегда хороших, но в большинстве своем хороших Здесь вот мы имеем отрицательный вот такой фактор Когда, ну, это отрицательно влияет И другой человек, может, не стал бы никогда пить фанат эпидемии А тут он увидел, у эпидемии вышло пиво Ну, значит, ребята вот советуют Значит, это, наверное, не так плохо И он пойдет, купит это пиво и выпьет И, может быть, станет постоянно подбухивать Или вообще станет пьяницей у кого как Это очень печально, конечно С одной стороны, я за эпидемию рад, что у нее складывается все замечательно С другой стороны, я, конечно, осуждаю, что эпидемия пошла по стопамаре И можно было замутить что-то безалкогольное В общем, это, наверное, все, что я хотел сказать сегодня И еще раз поздравляю эпидемию И ата-тайм пальчиком еще раз погрозим Ну, а моей группе Викон требуется менеджер Менеджер, крутой менеджер Если вы знаете таких людей, которые профессионально занимаются вот этой деятельностью Концертный менеджер, который будет получать равную долю с музыкантами от каждого концерта Вот он организует концерт Сколько людей туда пришло, в только он и получает Если ничего не получилось за концерт Если мы в ноль там сыграли, то он ничего не получает Если мы получаем дофига денег, он получает дофига денег Как бы это стимул работать менеджер То есть нам не нужно просто человека, который возьмет, скажет Сокол, мне нужна вот такая сумма на аренду, да? И мы потом бац И ну не получилось, не получилось, деньги просрали Я так и сам могу сделать концерт, собственно говоря, как я и делал все концерты До этого, ну, на некоторые нас приглашали, некоторые я делал сам Нам нужен менеджер, который действительно будет рвать задницу И хотеть заработать на группе То есть, понимаете, вот стимул заработать, вот такого менеджера мы ищем Это такая небольшая приписочка к этому ролику Поэтому, кто есть, пишите мне в личку ВКонтакте Скидывайте какие-то адреса, я буду общаться, обговаривать все это дело С вами был Сокол, истинный маг, да пребудет с вами Сила Пока, друзья, не пейте Ну, пожалуйста, мы же не хотим, чтобы мы, у нас металлисты, стали тупыми Пока Ой да воля моя, ой да воля, ой да осталась одна, она одна в поле Ой да реки небеса, ой да воля, и вера старая одна, она одна в поле Оь да воля моя, ой да воля, ой да воля на тебя Ой, да осталась одна, она одна в поле. Ой, да реки небеса, ой, да воля. И вера старая одна, она одна в поле. Эй-я, 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 ой, эй-я, эй-я, эй-яй.